Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмака. В прошлой серии мы заканчивали свои дела на болотах. В этой же серии... Куда-то мы отправимся-то. Так, это... Саламандер покончить с этим, это основной квест. Такс... Леварден... Исток... Кольцо... Угу, давайте занесем кольцо тогда. Я уже пару дней не играл, поэтому, возможно, квесты я подзабыл, что надо и зачем делать. Но, в принципе, я думаю, сейчас мы быстро вернемся в это дело. Насколько я помню, я на болотах покончил с основными заданиями, то есть... Я избавился и от Саламандер, и... Сделал... Много заданий для бабули Васки. Поэтому... Думаю, все должно быть нормально. Сейчас же нам нужно поговорить с Трис Мерри Гольд. Такс... Ну, блин, ночь. Зря я ночью пошел. Да ладно, сейчас там мука странная. Переночую. Неудобцев никого нету. Все очень и очень славно. Такс... Вот, еще новый талант. Вообще хорошо. Такс... О, два... Два серебряных и два... Бронзовых. Это... Это замечательно. Такс... Сила, ловкость. Это я прокачал. Боль. Атака. Так, длительность воспламенения. Так, ну давайте сюда вкинем. Иммунитет, кровопотеря, броня. Повреждения плюс 10. Сопротивление. Повреждения действуют только во время кровопотери. А тут вообще просто повреждений-то подают. Поэтому прокачиваем. Выносливость пока не качаю, как вы видите. Интеллект незачем. Игни тут прокачано, в принципе. Так, где это? Акси. Квен. Как вот это вот? Нет, вот это вот. Как это называется-то? Вот это же он, да? Барьер. Квен. Да, создает щит. Иммунитет к огню. Время действия щита плюс 25. Квеним. И... Теряет 5% своего здоровья? Норм. Неплохая херня. А это что? Иммунитет к огню. Сейчас мы еще посмотрим на силовой стиль. Что сюда можно вкинуть? Кровопотери. Тут все прокачано. Тут только точный удар не прокачан. Повреждение, когда воспламенение работает. Это прокачано. Повреждение, когда ослеплен. Но не ослепление, ничего у меня нету. Поэтому хер его знает. Рыбаки. Ну, тогда... Да, давайте вкинем вот сюда. Я не особо буду часто им пользоваться, но пускай будет. Пригодится. Рыбаки. Если бы не монстры... Такс. Ничего лично. Ни минуты покоя. Что за звуки? Я теряю время. Так, это не ты. Паромщик, ты на мне подходишь. Купец, может ты? Да не, это обычный. Мои центрийские гаски. Я трачу время. Во, 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 именно ты. Видимо. Вот твое фамильное кольцо. Я нашел твое фамильное кольцо. Премного благодарен. Буду молиться за тебя, Мелители. Вот, держи свою награду. Прощай. Угу, спасибо. Сотню оренов. Это, в принципе, не так много, но сойдет. Такс, теперь мне нужно будет еще продать сейчас оружие. Заглянуть к Шане. Ай, блин, пока же была ночь, надо было к Шане зайти. Ну, да и черт с ним. Там у меня несколько квестов по поводу. Сейчас посмотрим даже, что за квесты у меня связаны с Шанем. Так, игра пусть. Тут нужно с Трис поговорить. Так, контракты. Красавица-чудовище. Нам нужно поговорить с Карменом Том. Да-да-да-да-да. Нужно найти противника посильнее. Вот, поговорить с Шане о мече. Пока меня считают новичком, с профессиональным мне играть нельзя. Так. Далер. Разберемся. Обещал, по-моему, справиться с Саламандрами и вынуждать следующий ход. Я узнал о Берингаре. Что Берингар мертв. Когда я встречу Весемира, передам ему эта печальная новость. Берингар мертв? Нет. Вы сильно ошибаетесь по этому поводу. Берингар живее всех живых. Такс. Проклятие. У вас, товарищи, можно продать оружие? Можно взглянуть. Как по... Да-да-да. Я по-прежнему друг Ордена. Это я тебе продавал, да? Держи. Такс. Это не продается. Стоп. У меня есть еще эти камни? Нет. Девять штук. Ну, тогда это все. А этот мелок на сколько? На десять. Ты забирай. Говно такое. Такс. Еще бы вот эти вот кольца продать. Кольца ожерелье. Да. Все-таки пойдем продадим кольца. А нет. Тут близко. Кармен. Что-то я, знаете, так распыляюсь на все. Ну, тут много квестов, которые нужно, в принципе, сдавать. Кармен. Приветствую. Вижу, тебе удалось остаться в живых. Насчет? Иерофант раскрыл мне тайну лечения от ликонтропии. Но мне нужно знать имя твоего возлюбленного. Нет уж, ведьмак. Я не расскажу тебе о моем мужчине. Пусть лучше остается оборотнем. Будем надеяться, твоя верность не станет ему приговором. Угу. Остается только ждать. Может, туда-сто выяснить, кто такой оборот. Сейчас для меня важен только мой любимый. Хм. То есть ты со мной вообще говорить не будешь, да? Сейчас я назову кому-нибудь. Это печально. Такс. Ну, тогда ладно. Пойдем продадим кольца. Наберем, если будет, собачья петрушка. Так же она называется. Так, тут чимирица растет. Садовника я, кстати, уже выиграл. Поэтому нужно искать другого игрока. Золтана я тоже обыграл. В свое время. Такс. Может, антиквар мне что-то даст. Интересное. Че у тебя за книжки есть? О староухих ублюдках с тех самых пор, как моя дочь. О ритуальных растениях, оболотных растениях, подземных растениях. Книга полностью посвященная растениям. Приводится в описании способополучения химических ингредиентов. Три сотни. Это я читал. Да, болотные я уже читал. Держи. Да, вот это возьмем. Все, забирай. Спасибо, до свидания. Такс. Ты. Ты торгуешь жратвой. У меня особо жратвы нету, поэтому. Идем дальше. А вот лоточник. Лоточник у нас покупает и продает кольца. Печатью стражи. Золотое кольцо с бриллиантом. Вот это вот я оставлю, пожалуй. Вот это вот с золотой печатью туда. Серебряное. Серебряное. Кольцо с печаткой. Держи. Все. Вот это я оставлю, потому что может пригодиться в качестве подарка. Такс. А, спешить некуда. И травница. Что? У тебя есть собачья петрушка? Как она выглядит хотя бы? Листья собачьей петрушки нету. У тебя таких нету. И это печально. Я разозлилась. Старая хрень меня может, кстати, не пустить сейчас домой. К Шане. О, ее вроде нету. Так, ну и Шане тоже ж нету, блин. Я тут подождать у нее не могу. Тогда придется идти в лечебницу любитые. А как иначе? А шо, это бабы старой нету? Она таки померла? Надеюсь, что так. Так, за что за книжка? Дневник бабули. Дневник у меня с розовой плеточкой. Подпись на обложке. Кто что-то все тут монстр заберет. Ха. Забавно. Ладошки. Идем тогда в лечебницу лебеды. Потому что мне в любом случае стоит поговорить с Шанни. Да и Мейса тоже. Надо будет разоблачить. Идет твоя гордость, че-то. О, Шань. Все в порядке? Да, давай подождем здесь. Стоп. Отставить. Все, подождал. Хочу передохнуть в городе. Тут все только мрут. Хочу передохнуть в городе. Надо поговорить с монашками. Открой рот и скажи, а... Ага. Ага, понятно. Как говорит моя знакомая медичка, шея красная с красным, желтая с желтым, белая с белым. Это Шанни. Это слова Шанни. Так. Ужасница. Мы все умрем. Кто его зашел? Надежды нет. Помогите. Ну ладно. Я жить хочу. Что-то ни одной медсестры я, в принципе, не вижу такой разговорчивой. Обещай. Это все для коллекции. Я ищу себе еще одну подругу для коллекции. Так. Ну вот. Вот так. Открой рот. Тут собака с печенью в зубах не пробегала. С печенью в зубах. Офигеть. Ну вы даете, конечно. Мы все умрем. Надежды нет. Собака с печенью в зубах. Господи. Как же вы хорошо все-таки смотрите за своими больными. Капец. Такс. Ладно. Пойдемте заглянем к Шане. Что-то я чувствую, что я тут не смогу выйти. Вряд ли. Да. Не сюда. И поболтаем с Шане по поводу меча. Не знаю, что ей сказать. А бабуля сдохла таки, да? Это замечательно. Такс. Шане. Все в порядке, Геральт? Не понял. А почему я с ней не могу поговорить по поводу меча? Вот память клинка. Надо поговорить с Шане о мече. Ну вот, я здесь. Все в порядке. Пока. Окей, квест залагал. Очень хорошо. Просто великолепно. Ведьмак, ведьмак. Ты же, блин, такая хорошая игра. А такие глупости происходят. Ладно, что там, пошли поговорим с Трис Мерри Гольд. В принципе, пора уже. Может быть, даже оборотня этого встретим. Сурового, который... Который является любовником проститутки Кармена. Мне слишком мало платят за такую работу. Мне слишком мало платят за такую работу. Ну-ка. Та грузисти, ёпта. Что за херня происходит? Клянусь честью. Ну, клянись. Служба, не дружба. Саламандры там внизу. Хм. Сейчас мы зайдём. Поговорим с Ловчим. Чё, нету тут Ловчего? Где же он живёт-то? О, крепкий алкоголь. Возьмём. На продажу. А идите вы в шопу со своими, блядьми. Хрипами, стонами. О, Девет. Здорово. Что, ведьма? Кто ты на самом деле? Кто ты на самом деле? Что за вопрос? Я граф ордена. Если ты не слыхал имени Деветта, значит ты плебей. Или простак. Петух ты, блядь, крашеный. Плечик. Ну, Велерат. Они заняли большой зал. Как мы здесь вообще разместимся? Не перетрудился, я вижу. Это точно. Если бы не Кости, умер бы со скуки. О, так ты играешь? Я тоже играю. Может, партийку? Ты проиграешь. Не обижайся, но с мяч потренируй. Угу. Впоследний. Не пи. Я тоже. Ты потренируй. Так, ясно. То есть мне нужно сначала победить противников Так, попроще. Ну, ладно. Эта дверь, по идее, должна меня вывести прямо вот. Кулем. Умри, дерьмо. Блин, вот это смена мечей. Это идиотство, по-моему. Такс. То есть прямо в бою надо менять мечи. А дэмэджи, правда, существенные. Ну. Вот, еще эта херня вылез на Кикимора, да? Надо забирать кинжал Сина. Потому что он лучше, чем этот топор. Ну, то есть он не лучше, он дороже просто. Только из таких соображений. О. Этих уже порезали тут. Фиштех. Еще немножко. Офицеры гвардии, офицеры гвардии. Такс, ладно, пошли. Поговорим с Трисмери Гольд. Такс. Наверху, да? Небось, отдыхает уже. Трисмери. Трисмери. Не понял. Это что за говно? Лабораторию. Башню. Не, я остаюсь тут. Не понял. А где ее искать в таком случае? Вот книжный шкаф. Запертая дверь. Что за книжки? Так. Нимащее описание. Первое зрение. Такс. Возьмем. Пускай валяется, в принципе. Если что, продам. Персонаж Геральт добавлен. Ну, что за дверь-то? Не поддается. Ну, ладно. О, я, кажется, знаю, где... Где, скорее всего, обитает Трисмери Гольд. Это, наверное, таверна. Новый нараккорд. Новый нараккорд. Да? Склад. Подавец спиртного. Ловчий. Да, это где-то тут. Такс. Но если ее там уже нету, то я прям не знаю, где ее искать даже. Пьянчуги тут. Никто не скажет, что я Икшайз. Тусуются. Новый нараккорд. Скорее всего, она опять на приеме. Таллер. Да. Предсказуемо. Ведьмак? Я разместил сенсоры, как ты сказала. Я знаю. Как только ты это сделал, я просканировала всю вызиму и нашла причину аномалии. И чё? И что же это? Ребенок. Мальчик по имени Альвин в лечебнице лебеды. Он... Как ребенок может быть причиной аномалии? Ты все забыл. Мы называем его Дитя Исток. Он обладает невероятной силой. Без сомнения, в его жилах течет старшая кровь. Старшая кровь? Дарлары. Я потом объясню. Сейчас мы должны добраться до Альвина и обуздать его деструктивные наклонности. Поспеши в лечебницу и приведи его сюда. Посмотрим, что я смогу сделать. Они позволят мне увезти его из лечебницы. У тебя могут возникнуть проблемы. Твоя маленькая подружка Шани отказывается отдавать его мне. Говорит, что я не разбираюсь в детях и не смогу о нем заботиться. Она не понимает, что случится с городом, если этот ребенок выйдет из-под контроля. У меня нет сил с ней общаться. Она твоя подружка, вот и поговори с ней. Знаю, что ты понимаешь, почему я так делаю. Я буду тебе очень благодарна. Еще кое-что. Старшая кровь притягивает из других миров призраков и фантомов. Фантомов, этот свиток тебе поможет. Подожди, Мерри Горит, это не все. Что за дар Лары? Что такое дар Лары? Это долгая и запутанная история, но я попробую вкратце. Лара Доран не была обычной эльфийкой. Она была генетическим зарядом, специально приготовленным, плодом многолетних трудов. В соединении с другим зарядом, эльфийским, разумеется, ей предстояло родить совершенно исключительного ребенка. Но этого не произошло. Она влюбилась в Крэггенона из Леда. Он был магом и человеком. Волшебники попытались проследить за их потомками, но их попытки не увенчались успехом. Детей Лары и Крэггенона было сложно найти. Еще сложнее было их контролировать. Манипулировать же ими вообще не представлялось возможным. Ясно. Пока. Так, стоп. А Люварден тут есть? Да? Я добыл те бумаги, которые ищешь. Прекрасно. Отнеси их нашим шифровальщикам и возвращайся завтра. Мы попробуем сделать наш следующий шаг. Ну что, в обличебнице? Что ты делал в доме этой ведьмы? Она спасла мне жизнь. Если бы не Трис, я бы, скорее всего, был уже мертв. Кроме того, мы друзья. Хм. Значит, я у нее в долгу. Но знай, ведьмак. Если ты лжешь, ты узнаешь, что я могу быть не только добренькой. С какой стати мне лгать? Ладно. Так что привело тебя сюда? Знай. Эта ведьма пытается похитить одного из моих пациентов. Мальчика по имени Альвин. Даже если опустить тот факт, что я несу за него ответственность, то что эта ведьма знает о воспитании детей? Всем известно, что своих детей у нее быть не может. К тому же, она постоянно болтает что-то об истоках и тому подобных вещах. Я не допущу, чтобы она наложила свои грязные лапы на этого ребенка. Ты с ней знаком? Объясни ей, что Альвин останется со мной. Я... Хорошо, я попробую. Но было бы гораздо проще, если бы вы с ней просто поговорили и пришли к согласию. Проще или нет, ты ее лучше знаешь. Пожалуйста, приведи ко мне Альвина. Хорошо. Теперь поцелуй меня, Эйди. Ну как бы теперь... Давайте рассудим. Для коллекции мне необходима еще Шанни. Потому что если я не приведу к ней ребенка, я ее как бы не поимею. Трис Мерри Гольд будет мне помогать в любом случае. Хм... Поэтому выбор очевиден. Ребенок останется с Шаней. Летик. О, Геральт! Ой, повсюду тебя ищу. Никогда бы не подумал, что сестра Наташа такая страстная натура. Что? Никогда не видел, как она склоняется над пациентами. А эти глаза... Лютик. Господи. Ладно, ладно. Так вот. Иду я к Наташе. Хочу, значит, поразить ее своим остроумием. И тут вижу два высоких странных типа тащат этого парнишку. А тот орет вовсю, плачет. Они его даже по имени назвали. То ли Алькин, то ли Альпин, не помню. Альвин. Вот дерьмо. Как раз он мне и нужен. Тогда можешь мной гордиться. Несмотря на угрожающую мне опасность, я решил помочь парнишке и проследил за этими двумя ублюдками. Это ты так помог? Они затащили его в один дом. Ты прав. Я тобой горжусь. Ну, сказал же тебе? Ну, так вот. Я тебя туда отведу, а потом сложу об этом балладу. Дом тот в районе нелюдей, так что иди за мной и давай поспешим. Да. Идет. Лютик, блядь, помощник. Давай, веди меня. О, господи. Ну, давай, давай. Просто беги. Так у меня же отметка на карте есть. Какого хима? Тут? Вот сюда они его и затащили. Я видел, как они вошли во двор. Отлично. Как это не удивительно, ты действительно мне помог. Теперь жди здесь и не входи до тех пор, пока в доме не станет тихо. Эй, ты всегда мне говоришь ждать. На этот раз я пойду с тобой. Я собираюсь создать новый литературный жанр, активную балладу. Я тебя прорежу. Я пошел. А я их, короче, серебряным мечом режу. Вообще красавчик. Ты смеешь бросать вызов Саламанды? Геральт! Я рад, что ты здесь. Привет, Альвин. Они плохие. Я знаю, знаю. Теперь все будет хорошо. Они умерли? Да. Да, Альвин. Они не оставили мне выбора. Иногда приходится драться. Я понимаю, Геральт. Я это запомнил. Уйди меня отсюда. Пожалуйста. Славный мальчик. Ух ты, сколько крови. Вот ты им задал, Геральт. Да, это тот мальчишка. И что бы ты без меня делал? Тише. Я слышу шаги снаружи. Они идут. Быстрее хватай парня и выходи через черный ход. Ты услышал их отсюда? Ты не перестаешь меня удивлять. Хорошо, я заберу его. Но куда его везти? И вот он выбор. Он, Трис. Веди Кшань. Отведи его к Шане. Она знает, что делать. Трис, конечно, разозлится. Но сейчас это не важно. Как скажешь, но на твоем месте я бы не стал злить волшебницу. Уходите, они идут. Ладно, мы уходим. Оставлю парнишка у Шани. Давай, удачи, Лютик. Вали отсюда. Блудок! Ну, вроде все. Фиштек, знаки. Че пожрать? Хотя, мне кажется, вот этот топор, он стоит дороже, чем этот кинжал. Поэтому давайте-ка его возьмем. Так, смотрите, мирский меч. Насколько я знаю, топор стоит в магазине три сотни. Если продавать, вот это, наверное, где-то 50 монет. 50 монет это немало. Так. Все, уходим. Я, конечно, не все оттуда забрал, но дай пофиг. Так, теперь бежим к Шанне получать награду. Моя награда. Иди сюда. Альбин? Ну, спи, малыш, спи. Все в порядке, Геральт? Альвин в безопасности? Да. Лютик привел его сюда и рассказал о том, что произошло. Я горжусь тобой. Я знала, что могу на тебя положиться. Я так рада, что ты привел его ко мне. Осталось последнее дело. Вернись к этой чародейке и скажи ей, что мальчик останется со мной. Покончи с этим делом раз и навсегда, пожалуйста. А когда ты вернешься, я тебе покажу, что кое-что тоже делаю магически. Я... Ну, если так нужно. Ладно, я пошел. Ой, Геральт, ты просто чудо. Я знала, что могу тебе доверять. Я много думала о будущем. И о нас. Шанни. В отличие от той ведьмы, я твои мысли читать не умею. Поэтому, если хочешь мне что-то сказать... Шанни, мне нужно подумать. Я никогда не стану нормальным человеком. Прекращай разыгрывать из себя равнодушного мутанта. Ненавижу, когда ты это делаешь. У тебя есть время. Подумай. А когда определишься, можешь сделать мне символический подарок. Скажем, кольцо. Пойму его как своего рода признание. Шанни. Не вопрос. Отсутствие кольца тоже будет для меня кое-что значить. Я буду ждать. Я люблю тебя, Геральт. Шанни. Манипуляторша. Как тут откажешься? Э? Лютик? Геральт, как Альвин? Нормально. Вечно ты суешь всюду свой нос, Лютик. Я просто спросил, тебя что-то беспокоит? Она просто... Не знаю, что творится. Пошли. Нельзя говорить о женщинах, не промочив горло. Но. Никаких но. Мы с Золтаном договорились выпить сегодня. Да. Согласен. Наемник и странствующий трубадур, перещупавший всех шлюх от Яруги до Бруины. Лучше советчиков просто не найти. Идемте. Три алкоголика, блин. Ладно, идёт. Давайте насинячимся, раз такое дело. Привет, Золтан. Приветствую, Лютик, Геральт. Наш убийца монстров какой-то кислый. Что-то случилось? Ничего, чтобы тебе надо было знать. У Геральта когнитивный диссонанс, неприятное напряжение, которое сопутствует появлению двух конфликтующих мыслей или суждений в одном человеке. Ну, ты и плетёшь, Лютик. Проще говоря, он не может решить. Я думаю, этот диссонанс вызван... Мой диссонанс вас не касается. Неверно. Мы твои единственные друзья, Геральт, а друзья помогают друг другу. Вот увидишь. Мы выпьем, поболтаем, и ты поймёшь, что делать с Шаней. Почему-то мне так не кажется. Но пусть будет по-вашему. Ха, водка холодная аж обжигает. Господа, будем! Будь. Чёрт у диссонансы! Решение всех проблем. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Говори, в чём проблема. Шаней чудесная. Но... Я ведьмак. Я обречён убивать монстров. Не надо мне про судьбу, Геральт. Я давно понял, что все эти пафосные речи и клины и прочих чушь собачья. Как и ваши диссонансы. Может быть, ты и прав. Но подумай сам, какой из меня фермер или там сапожник. Я тебя понял. Чёрт, побери, а я не понял. Каким образом одно связано с другим? Никто не сказал, что тебе надо перестать убивать монстров. Я ошибаюсь? Не сказал. Давай я объясню, Лютик. Если женщина чего-то не говорит, это не значит, что она этого не подразумевает. Более того, бывают ситуации, когда они говорят одно, а хотят совсем другого. Аминь. Выпьем за это. Ах, ребята-ребята. Крепкая слёзы на глаза. И я тебе объясню, в чём дело с дамочками. Можно размышлять и теоретизировать, пока рак на горе не свистнет. Но ты всё равно никогда не поймёшь, что творится у них в голове. Понять их просто невозможно. Весьма оригинально и полезно. Отстань, ты меня не собьёшь. Проблема в том, что ты сам не знаешь, чего хочешь. Ты не знаешь, о чём говоришь. Может, у меня и не было семьи. Но я поэт. Я разбираюсь в людях. Ответь на один вопрос. Ты хочешь завести семью или нет? Лютик, всё не так просто. Не ври мне. Ты знаешь, о чём я. Если бы не весь этот бардак, белки, орден, саламандры... Конечно. Хотел бы. А что б ты знал, Лютик, хотел бы... Ну да. Семья. И чайка общества. Чёрт поверь, меня пробрала икота. Я не об этом говорю. Мне просто хочется остепениться. Знакомые какие-то речи. Чёрт. Давайте выпьем, а то икота не проходит. Я знаю. Пойдёмте в бардель. Типа мальчишник. Лютик, если ты вдруг не заметил, мы тут о постоянных отношениях говорим. Кроме того, меня туда не пустят. Я грязный нелюдь. В доме ночи главное, сколько у тебя денег. Кроме того, мадам должна мне услугу. Геральт, не будь таким занудным. Я не занудный, просто не хочу. Я понимаю, Геральт. Если моя Евдора узнает, поверь, не стоит становиться на пути узбешённой краснобабы. Верю, я верю. Ладно, господа, пора сворачивать представление. Наши идеи становятся всё тупее и тупее. Надеюсь, ещё немного осталось. На пассажок. Да будет так. Ваше здоровье. Алкоголики. Едь богу. О, домшане. Не-е-е. О, господи. Шанни. Шанни. Я дома. Шанни. Дедка. Геральт? Алкоголь, наверное. Тебя что, сейчас тошнит? Меня после водки не тошнит. В доме ребёнок. Веди себя тихо. А лучше ложись спать. Да. Хе-хе-хе-хе. Сраный синяк. Так. 24 часа. О. Всё. Всё в порядке, Геральт? Нет, стоп. Я знаю, что ты хотел как лучше. Под... Подожди. Всё будет. Сейчас я только скажу. Мерриголь, что... Как ты, Альвин? Мы с Шаней сегодня играли в пушишки. Я выиграл. Молодец. Тебе становится всё лучше и лучше. Это хорошо. Такс. Нужно к Мерригольд. Вот мы, собственно, у дома и у Крис. Геральт? Я отвёл ребёнка к Шане. Мне кажется, она позаботится о нём лучше, чем ты. Ты хоть понимаешь, что ты натворил? Неблагодарный сукин сын. Она тебе дала, да? Нет. Знать тебя не хочу, долбанный мутант. Убирайся отсюда, пока я не превратила тебя в свинью, которой ты, собственно, и являешься. Пока-пока. Такс. Но больше она со мной разговаривать не захочет. Да, всё, пока. Удачи тебе. Такс. Но это было... Так, хотя давайте, почему идти через весь город? Давайте при помощи портала в лабораторию к Элькштейну. А там уже и Кшане рукой подать. Такс. Надо будет сейчас купить ещё одно кольцо. Чтобы у меня было два кольца. Потому что одно у меня от городской стражи, то есть оно такое. Эльфийка. Это не честно. Больных отводят в лечении. Но. Такс. Ты. Ааа. Поточник. Что? Сколько у тебя будет стоить вот такое кольцо, как у меня есть? Это на продажу оно 120, да? Да. Столько с золотой печаткой. С афиром. Это просто золотое кольцо. Давайте возьмём. Такс. Шани. Я понимаю, что ребёнку нужна строгость. Но Альвин так много перенёс. Может тебе стоит быть с ним помягче? Да. Геральт. Какая красота. Это ничто по сравнению с твоей красотой. Оно прекрасно, но я не могу его принять. Я очень беспокоюсь об Альвине. Я бы хотела, чтобы ты позаботился о нём. Парнишка стал капризничать. Ему нужен отец. Ты поговоришь? Поиграешь с ним? Да. Конечно. Ну, чё они... Сейчас. Секунду. Альвин. Геральт, можно мне поиграть твоим мечом? Ты что? Ты что? Ни за что. Ну, я хочу поиграть. Я расскажу Шани, что ты плохо себя вёл. Ясно, короче. Ну, пока мне... Ты не мог бы уделить немного времени Альвину. Ты для него образец для... Ну, ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Восстановить воспламенение, иммунитет к ослеплению. Ловкий удар. Длительность воспламенение, вызывающий противника, минус 50. Ну, это такое, типа, не особо. Ну, вот, восстановление энергии, энергия, сопротивление оглушению. Вот это вот прокачаем. Так, восстановление энергии, плюс 50. Это дофига. Длительность оглушения, минус 50. Тоже удобная штука. Так, иммунитет к оглушению. Ну, вот, восстановление энергии. Хорошая штука. Чтоб можно было почаще шарашить. Иммунитет к боли тоже. Хорошая штука. Блин, я даже не знаю. Давайте вот. И-и-и-и-и-и. И-и-и-и. Действие. То есть, противник 10 в каком-то. Ну, и вот, в принципе, прокачались, да? Так. Я думаю, на этом можно, в принципе, и закончить серию. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.